Поменялись ли какие-то вещи? Доказала ли нынешняя система при условии, что при нынешнем количестве учителей нам уже не хватает более тысячи педагогов в школах? И тут мы переходим к самому главному и самому острому вопросу, насколько я персонально довольна своей зарплатой. До сих пор в Латвии с 2018 года учителя бьют во все колокола. Видим прекрасно, что происходит в стране. Кому-то где-то что-то дали, при этом отняли намного больше. А мы видим бесконечные баталии между профсоюзом учителей, министерством образования. На каком действительно месте стоят учителя для нашей системы? Буквально на днях я получила конверт. И тут вовсе не учительская премия. Но что-то более интересное. А конкретнее приглашение пройти опрос. А конкретно это исследование, организованное ОСР. Организация экономического сотрудничества и развития. Исследование называется ТАНИС. И проводится оно среди учителей стран ОСР. Для чего оно вообще проводится? Для того, чтобы, во-первых, оценить, насколько учителя, во-первых, соответствуют должности, соответствует компетенция, насколько они имеют необходимые навыки для преподавания, насколько они, учителя, довольны зарплатой, довольны условиями работы, насколько сама система образования справляется с новыми изменениями, новшествами, введением инноваций. А также, насколько государство слышит или не слышит голоса своих граждан, сограждан, в том числе и учителей. Сегодня мы об этом поговорим чуть подробнее. И что очень важно упомянуть, что последнее исследование было в 2018 году. Сегодня уже 2024 год. ТАНИС проводится раз в пять лет. В нем участвуют более 50 стран. Латвия не исключение. И по счастливому случаю мне как раз пришло это приглашение. Я, как молодой педагог, сегодня вместе с вами попытаюсь прокомментировать некие вопросы и сравнить, поменялась ли ситуация в государстве с 2018 года. И как бы я, как молодой учитель, ответила на вопросы в 2024 году. И мы начнем. Первый вопрос, один из первых вопросов направлен на пол. Что примечательно, что в 2018 году Латвия заняла первое место по доле женского пола в школах. Что это значит? Это значит, что 189% учителей представители женского пола. Безусловно, это и неплохо, но и хотелось бы видеть представителей мужского пола в школах в том числе. Одной из причин, почему этого не происходит, вероятно, вопрос зарплаты. Поскольку действительно, зарплаты недостаточно для того, чтобы содержать, например, семью. Перейдем дальше. Следующему вопросу – это возраст. И очень важно упомянуть, и об этом неоднократно я говорила, о том, что Латвия – один из самых высоких показателей учителей предпенсионного возраста. Это значит, что практически каждый второй учитель в течение нескольких лет будет вынужден уйти на пенсию. И вопрос в том, что мы будем делать с освободившимися практически 50% вакантных мест. При условии, что при нынешнем количестве учителей нам уже не хватает более тысячи педагогов в школах. Далее нам задают вопрос о том, какое образование, какая степень образования учителей. Здесь, конечно, у Латвии действительно хорошие результаты относительно других стран ОССР. В Латвии учителя достаточно образованы. Большая часть учителей имеет степень бакалавра. И что немаловажно, степень магистратуры также учителей на высоком уровне. Что значит, что Латвия достаточно конкурентоспособна по профессиональной подготовке учителей и их работы в школах. Но что очень примечательно, и на чем я хотела бы заострить внимание, это 58-й вопрос. 58-й вопрос звучит следующим образом. В какой степени вы согласны с нижеупомянутыми утверждениями? И тут мы переходим к самому главному, самому острому вопросу. Не только среди учителей, но и, в принципе, среди родителей, налогоплательщиков, которые заинтересованы, которые хотят, чтобы их дети получали качественное образование. Безусловно, качественное образование напрямую зависит от того, насколько педагоги компетентны, насколько педагоги, скажем, довольны условиям работы. Это очень тонкий процесс, на котором необходимо заострять внимание. И, таким образом, первый вопрос, насколько я персонально довольна своей зарплатой. Что очень интересно, что в сравнении со странами ОСР, с предыдущими результатами в 2018 году, Латвия имеет маленькую долю учителей, которые были довольны своей зарплатой. А конкретно это 22%. И Латвия занимает одно из самых низких мест показателей среди всех стран ОСР. А конкретнее 42-ое место из 50%. 22% учителей были довольны своей зарплатой. Следующий вопрос. Несмотря на свою зарплату, сколько вы удовлетворены условиями работы? Кстати, здесь очень интересное явление, что в основном учителя, 81% учителей, были довольны, скажем, условиями работы и прописанными условиями в контракте. Далее идут очень важные вопросы, животрепещущие вопросы отношения учеников и родителей к учителям. До сих пор в Латвии с 2018 года учителя бьют во все колокола и подчеркивают, что статус, имидж учителя в стране является достаточно непрезентабельным, неуважаемым. Довольно часто подвергающийся нападкам не только со стороны учеников, учителей, но также со стороны администрации, со стороны министерства образования и так далее. Далее идет вопрос, насколько учителя могут влиять на политику построения, создания системы образования в стране. Но тут-то я думаю, что я не буду очень много говорить, поскольку мы сами видим прекрасно, что происходит в стране. Ну, так, например, действительно, каким-то учителям поднимают зарплаты, другим их урезают. Если мы берем во внимание рост цен, то эти вопросы совершенно непонятно, как решаются. Помимо этого, где-то подняли зарплату, а где-то школы закрыли. То есть у нас система какая-то, извините, достаточно инвалидная. Кому-то где-то что-то дали, при этом отняли намного больше. Похоже на какую-то нечестную систему кредитования. Они согласны? И дальше идет вопрос, как учителей позиционируют СМИ. И опять же, если мы возвращаемся к результатам 2018 года, большая часть учителей продолжают акцентировать свое внимание, что СМИ имеют отрицательное, нежели положительное, влияние на формирование положительного образа и имиджа учителей. И казалось, вроде бы все эти моменты, когда Министерство образования должно работать вместе, сообща, со школами, вместе, сообща, с учителями. Когда СМИ должны работать в одной связке с учителями системы образования, формировать качественное, качественное образование, которым довольны и учителя, и родители, и ученики. Мы видим здесь просто ошеломительные результаты. 22% учителей довольны зарплатой, путем, опять же, несложных математических вычислений. 78% учителей недовольны зарплатой. Мы видим бесконечные баталии между профсоюзом учителей, Министерством образования. И как будто бы это все продолжается бесконечно. Вводятся новые реформы, происходят действительно какие-то небольшие изменения в системе оплаты. С другой стороны, мы видим массовое, массовое закрытие школ, практически отрезание людей, учеников от перспективы будущего, отрезание, исключение их из общества, из социума. Нет никакого конкретного плана по тому, как мы собираемся интегрировать учеников, которые остались без своих школ. Нарушена полностью причинно-следственная связь. Министр образования говорит о том, что в этих населенных пунктах нет экономики, и поэтому мы должны закрывать школы. Но при этом никто не задается вопросом о том, как наладить экономическую ситуацию в этих регионах, и чтобы школы не закрывались, а открывались. Помимо этого, мы видим полное недопонимание между учителями и министром образования, как будто бы люди живут в совершенно разных планетах. И подводя итог всего этого, 2024 год. Прошло уже шесть неполных лет с момента проведения 2018 года. Поменялись ли какие-то вещи? Доказала ли нынешняя система принятия политических решений свою эффективность? Но выводы делайте сами. Я, как молодой учитель, могу сказать лишь одно, что проработав в школе недолгое время, и несмотря на интенсивную поддержку со стороны администрации школы, я не скажу, что я очень сильно горю желанием продолжать работу в школе, поскольку меня как учителя, как педагога не слышат, поскольку методических материалов в школах нет, я должна выполнять очень много функций, которые, по сути, должны быть делегированы другим специалистам. Вопрос, ценит ли это государство, ну опять же, то, как общается министр образования с учителями, как мы видели, как общался министр образования с учителями на протестах, оставляет лишь вопрос о том, на каком действительно месте стоят учителя для нашей системы, а на каком месте стоят ученики и их родители, налогоплательщики. А вообще, является ли качественное образование приоритетом? Это большой вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!